Своё небесное, вытешивая чувство души истины, И же везде осень, и все исполняя сокровища плаги, И в жизни подателем, и в силе сауны, И очистены от всяких свернных, и спаси, блажен души Бога. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественной Словки. Прибудь с нами в сей вечер благодатной, сохраняй нас в любви и согласии. Хвалай Тебе чести и поклонения, Отец, Ты и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На прошлом занятии мы начали разбирать послания Иуды апостолам. И вот дошли до 10 стиха. Итак, послание Иуды с 10 стиха. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, кем расклевают себя? Горе им. Потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению Мзды, как Валаам. И в упорстве погибают, как корей. Толкование. Михаил говорит, не потерпел хуленей дьявола против человека, то есть Моисея. А эти слагают хульные речи против учений, которых не знают. А что по естественному стремлению знают смешанно, как бессловесные животные, то преследуют, как кони. Горе им. Потому что они пошли путем Каина, через братоубийство. Ибо преподавая мотивое учение братьям, то есть единородным человекам, убивают их злыми своими учениями. Или пожирая семя, убивают братьев своих возможностей, то есть тех, которых семя, доведенное до зрелости, привело бы в жизнь. Они пошли путем Валаама, потому что и свое делают для корысти, как в Валааме. Пошли путем Корея, потому что, подобно ему, будучи недостойным, похитили себе учительское достоинство. Но тут стоит напомнить, может быть, кто-то забыл, кого не было на прошлых занятиях, о ком это идет речь. О сии злословят. Впереди вот, что он называет их мечтателями, что они входили в дома к женщинам, расслевали с ними вместо принятия таинств. Завершали свои таинства, в кавычках, пульные, мерзкие. И вот далее апостол Иуда сравнивает их, что они пошли путем Каиновым, сравнивают их с убийцей, с брата убийцы, с Валаамом, с корыстолюбством, и с Кореем. Кто такой Корей? Если кто забыл, давайте вспомним. Кто-то, может быть, хочет рассказать о нем. Кто такой Корей? Это прадедушка всех еретиков и сектантов. Дофана Верона Кореи. Чисто 16 глава. Они решили отделиться от церкви, живьем в ад отправил Бог. Они страшнее садомитов. Тех только сжег, а эти живьем в ад. Ну, вот эти вот проследователи Кореи, они же из самой церкви вышли-то, так получается. Не со стороны же они пришли-то. Отпали, да? Так, получается. Были с нами, но вышли одна. Потом ходят вот эти вот на вечере любви, то вместе у них были обеды, что ли, я так понимаю, Агапа называлась тогда. И вот там они совращали. Кого совращали? Ну, вот, малодушных, которые в вере неутвержденные. Уже женщины в основном попадались. На сегодняшний день кто это такие? Ну, вот, правильно, сектанты, еретики. Как их распознать? Во-первых, нужно знать истинную веру православную-то. Потом, когда сравниваешь истинное учение Христова со лжеучениями, тогда легко разобраться. Когда истинного не знаешь, а тебе лживое, кажется истинным. И Дух Святой не подсказывает, что он у тебя в погибель-то ведет. Поэтому вот мы здесь и собираемся и разбираем подробно, чтобы нам не быть обманутыми. И души наши, чтобы спаслись, потому что вне церкви нет спасения. А эти вот, уважаемые, учителя, сектанты, они уводили из церкви людей, вели за собою. А почему? Корыстолюбие. Как корей. Это вот как свалам. Он был корыстолюбие. Упорный, как корей, самозванцы. Сами себя в руку положили, встали и давай, сами себя провозгласили, что ли они. Никто их не избирал. А как узнать? Они говорят, а где двое или трое соберутся, там и церковь. Да не соберутся, а собраны Духом Святым. Сами себя провозгласили, собрались. И дальше вот у них еще и пошли путем Каином. Каином. А при чем тут Каин, брата, убийца и вот эти сектанты? Они души погибают, убивают души. Поэтому с убийцами и с Каином. Каин телесно брата убил, а эти духовно убивают. Смерть духовная, она гораздо страшнее, чем смерть телесная. Господь говорит, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубить, но бойтесь того, кто и тело, и душу может вправить в гену омени. Бога. В одном случае с маленькой буквы того, в другой с большой. И вот споры, кого дьявола нужно бояться, или не нужно. Опасаться нужно, но более Бога нужно бояться, бояться его за чей. А дьявол, он тело может забрать, там есть у него такая прерогатива. Вопросы по этому отрывку, если есть, дополнения, задавайте, пожалуйста. Если нет, идем дальше. Сережа, ты внимательно смотри, которые слова говорят. Почитай еще снова. В упорстве погибает, как корей. Слово упорство, упрямство, твердолобость. Оно не относится к тем, которые впереди перечисляются. Это относится только к Корею. И попробую говорить, вот сектанты, так называемые свидетели Иеговы, они каждый день меняют свою тактику. Грозная, зловещая, неуловимая. Сейчас новое, услышал толкование, что церковь, это когда-то будет. Сейчас церкви вообще нет на земле. Это совершенно новое у них появилось. Они себя называли церковью. Откуда вы взялись? Те люди сказали, они не из серебролюбия пошли. Словолюбие показать себя. А чем мы хуже других? Все святые, весь народ святой. Что вы себя выставляете? Они так говорят к помазанику Божию, к Моисею. И эти сегодня все одинаковые, копия, так же себя ведут. А когда говорит о Каине, Каина убийца, убил родного брата. Эти-то все, откуда имеют Библию, все от православных. И они отвергают всех святых отцов, убивают. То есть они попадают и в эту графу полностью, когда мы не признаем святых отцов, родных братьев наших. Как они могут отрицать Игнатия Богоносца, это младенец, которого ребенок брал Христос на руки. Будущий епископ Антиохии, которого арестовали, увезли, утащили в Рим, и там на арене Львы его растерзали. Какие его послания, шесть посланий, они ничего не знают, только клевещут, убивают. Когда начнешь говорить, они говорят, а что вы нас судите? Ну ладно, мы вас судим. А кто вы такие? Мы вас и называем потомки Кореи. А вы судите, то есть отвергли 1800 лет. Сколько было святых, может быть, сотни миллионов. Они всех отвергают, то есть убивают. Это и как Каиновы дети одновременно. Вот так тогда смотреть, в упорстве погибают, а сегодня очень упорно, и только Бог может их размягчить сердца. Вот смотри, как говорит, а как так? Как солнце любви. Чем больше Бог терпел Параона, тем больше он безумствовал. И тогда Бог говорит, высушает любовью своею, сердце его, он как камень делается. И он не отпускает народ Божий. Так и эти, они его как бы приняют, что их нету там, или они нехорошие, они неправильно понимали, они понимают. А если правильно понимаете, почему все разные, диаметрально противоположные. Попробуй соедини мормонов с адвентистами, не получится. А адвентистов с баптистами, с харизматами, не получится. Сейчас новые секты, камень веры, отечество небесное, это название. Название, то сколько слов есть в словаре, на каждое слово секта. И вот ни одного грозного такого послания, ни одной книги нету в Библии, как послание Иуды. Оно маленькое, одна глава. Но ты посмотри, как он перечисляет все. Так он чего-то, что такой беспощадный, тебе зачем слова эти говорить на себя гнев Божий навлекать. Вот сейчас на 30 ноября обратились в городскую администрацию города Барнаула, в Садамиты, чтобы провести этот парад мерзости. Почему они не подают у Рамзана Кадырова? Почему они не подают там, где сейчас Алания? Подали бы там, где сейчас Осетия Северная и всего их 300 человек за заявку было. Все 300 человек исчезли бы. Ни одного не было бы. Они бы вырезали то, что надо вырезать, расширили бы эту дыру. Их называют проколотые. И главное бьются, чтобы детей отдавали, изымали из православных семей, а им бы отдавали. Им бы отдавали. Что бы они с ними делали? Это Ладно, еще президент ответил так, когда был за рубежом, они верхом там на него садятся, наш президент. Он говорит, у нас детей и так мало. Мы под видом, что дети, чтобы не развращались, а хоть один ребенок подойдет к ним там где-то во время их шабаша, то считается нарушение уже закона. То их легко прибрать к рукам-то. И поэтому народ, который видит эту мерзость, он по неволе потянется к мусульманам. И их там сразу в один день всех подбирает к рукам. Они выжигают их. Как Бог сделал в Содоме и Гаморе. Гей-парады, разные там трендеры, всякую глупость городят. Как конфессия, динаминация. Нет этих слов, есть слово ересь. отошел. Благодарю. Ну и попутные вопросы. Как с ними, с ердиками бороться? Есть радикальные методы. И вот я сегодня как раз считал, был в Грузии такой отец Василий, который там бомбил, грамил, там чуть ли не не сжигал. Какие основные методы борьбы с ердиками и сектантами? А вот давайте, какие методы борьбы с тем, что с Афганистана поступают наркотики? Речь идет о тоннах героина. Показывают в интернете. Да очень простая. Ян Златоуз говорит так. Вот этот паяц, клоун, кривляется, ему дают деньги, он живет. Вы не давайте ему, и он умер. То есть он пойдет работать. Так и здесь. Не берите, не ходите, не смотрите. Молитесь. И все кончилось, и героина не будет. Ну приезли они сюда, через Гаванистан, через Южно-Подбрюще России. Дальше что? Вот потеряю. Приехала машина с героином. Единственное, что мы можем опрокинуть и сжечь ее. Вызвать милицию, полицию. Это все от нас зависит. Не надо говорить, кто-то виноват. Виноваты мы, что идем и смотрим эту пакость. Я в городе прохожу, я никогда не вижу плаката. Мне говорят, почему вы не бунтуете? Смотрите, тут что? Там около главпочтам, большое панно такое показывают. Я не видел ни разу. Глаза опустил, книзу иду и молюсь. Чего я буду смотреть-то? И все, никто не будет брать. Реклама сдохла. Вот как бороться. Молитва и неучастие. Больше не надо ничего. И в Индию кончился, колонизм, Англия. Не вышли на работу и его связали, притащили, он стоит на месте. Бить не за что. И все. Империя пала. Морская владыча потянулась домой. Вот как надо. Не участвовать, не кормить, не давать ни копейки. Все. В 12-13 стихи. Таковые бывают соблазнах на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, и страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья бесплодные, дважды умершие и сторнутые. Репы морские волны, пеняющиеся с работами своими. Звезды блуждающие, которым придется мрак тьмы навеки. Тасование. То время были еще совершаемы в церквах вечерей, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. 1 Коринфянам 11 глава 21-22 стихи. Называвшиеся агапами или вечерями любви. Они, говорит, сходятся на вечере не ради пользы в них заключающейся, но для того, чтобы найти случай обольстить неутвержденные души, как апостол, Петр говорит во втором своем послании 2-14. Уподобляет таких людей подводным камнем, безводным облакам, осенним деревьям, блуждающим звездам, ибо что у них бывает по естеству, то иеретиками делается по произволению, как подводные камни, попадаясь плавающим, неожиданно бывают пагубны для них, так и иеретики причисляют соучастникам вечере неожиданное зло, как безводные облака не прохлаждают дождем, ибо не имеют его в себе те места, куда бывают занесены гонимые ветром, но наводят на них мрак, так и иеретики не оращают душ встречающихся им людей спасительным учением, но оврачают их самыми скверными своими правествованиями, гонимые злыми свойствами бесов. Осенние деревья дважды умирают, лишаясь плодов и теряя листья, ибо сухие в это время деревья кажутся лишенными своего украшения, блеска плодов и цветущего благоприличия листьев, и что подобное бывает и с еретиками. И они умирают дважды, теряя свой плод через поглощение семени, лишаясь благоприличия благоразумной жизни. Поэтому и искореняются они из рая Господня, то есть из церкви, и в ней ее собираются и бросаются в огонь вечный. Ибо какой корень будет иметь тот, кого за гнусной жизнью все отвращаются, называют звездами блуждающими. Немисходные ветики не в том, будто красуются на тверде нашей веры и через них отходит Хистос, приводящий добродетелю зрелость и оживотворящий преданных им верных, но в том, что представляя принявшими на себя вид ангела света, как первоначальники их бесы, об этом питаем 2 Коинфином 11 глава 13 и 14 стихи, несутся только против учений Господа, чем и приближающихся к ним омрачают и сами себе приготовляют вечный мрак, подавляясь свирепым волнам, имеют сходство и с ними, ибо гонимые духами злобы, бешено и неудержимо в кулах на Бога пелятся своими сработами и оканчивают непостоянную и удоборазрушительную разрушимую срамоту своей жизни в пене гордых улений, ибо такова и пена волн, которой они уподоблены, уточняют себя без страха, то есть не страшась за неумение пасти осуждения и греченного Господа, хлебцы, водящие с хлебцов вместе с пасовами и сами падают в яму. Почтаем об этом в Евангелии от Матфея 15 главе 14 стих. Вопросы? Да, грозное обличение и витекам конечно тут. Дополнение вопрос Игнать Китанович еще можете что-то дополнить? Можно вопрос нажать? Вопрос да, да, Почему не могу понять, почему дважды умершие? Это как понять? Почему дважды умершие? Как понять? Игнать Китанович ну ответьте будьте добрыми. Сначала что такое смерть? Господь сказал в день в который вкусишь смертью умрешь. Но мы видим что он не умер. Господь приходит разговаривает еще живет там 900 лет с лишним может быть а сколько он в раю был? Да не знаю может до Евы он жил несколько а с Евой до обеда только жил уже вывалился Иоанн Затаус говорит Еву спасается на гноище а Адам из рая выпал как гнилой плод и вот здесь эта смерть наступила да и не надо говорить что он жил он умер в другом месте иначе называется когда человек умирает телом было столько то умерших так вот эти люди умерли и духовно и телесно их не мертв и для какого доброго дела не годен вот пришел Христос к Израилю и говорит я пришел к погибшим овцам Израиля вы видели вот недавно где-то вода там прорвалась спустили воду и затопило колхоз и лошадей вот они вмерзли в лед лошади я много видел беды людей убитых но такой беды не видал лошади вмерзшие в лед валяются они не могли вылезти их не предупредили спустили воду так они какие умершие страшное зрелище эти люди ни на какое доброе дело не годны вот кажется спорт хорошее дело а протоколы селонских мандрецов говорят что разобрать им народ модой и спортом и это поддерживается на самом высоком уровне речь идет о миллиардных вливаниях туда а эти спортсмены это сильно они никуда не угодные ему нужно чтобы на него смотрели он умерший вот приезжают нас потеряют хорошие спортсмены там классные он ничего не хочет делать стенечек поднять где-то что-то такое чтобы на все взахались а там поднимать нечего телегу он не поднимет а что ложку так я без него подниму к рту своему он никого и при том уже не один раз к нам такие приезжали а они никуда не годные большой спорт он вреден а это мертвецы и все делает ты должен увидеть мертвое его на работе человеческой нету и вот он говорит деревья дважды умершие деревья а как он смотрит осенью и кроме этого бесплодные исторгнутые умершие бесплодные а как они разговаривают с работами своими изо рта матерщина хула безумие неверие с работами пенится в море какие сроки он подобрал и так этот откроет рот и что оттуда хлещет мне как-то подошел один что-то хочет сказать а сказать не говорит и через одно слово у него то мать то другой я не могу понять я говорю знаешь ты как в тюремной параши у тебя маленькая крошка плавает там булькает и ничего нету он глаза на меня вылупил и перестал материться сравнение подходящее надо найти и вот здесь у Иуды видимо накопилось не в один раз он так он же сидел не в торопях говорил писал это послание он видел какие люди сегодня стали обращаются к прошлым векам были такие да это их последователи у Каина у Иуда много последователей очень много при том они все лгут вкрадываются в домы обольщают женщины не только развратом мы сегодня распространим это шире обольщают Гитлер обольщил всю Германию да Гитлер то гений был гений из развалин поднял страну а эти пришитого совершенно никто Россия которая впереди всех стран Европы шла куда не опустили тоже обольщители обещали землю какую землю два метра аршина каждому 110 миллионов славян сгинуло как кораблин профессор пишет ну и нам то как быть молиться мы ничего не можем сделать по делам нашим бог это допускает главное из этого сделать вывод определить где эти деревья ни шагу никуда от церкви господь дал нам светильник слово свое и по нему надо смотреть и эти слова которые он говорит это наш лексикон должен быть а не так что бог любит грешник а они любят грех откуда взяли это почти все это принимают и говорят нет этого нигде бог говорит ненавижу и истребляю до какого колена вот так благодарю так продолжаем 14 18 стих о них пророчествовал и енох седьмой это дама говоря сей идет господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах которое произвело их нечестие и во всех жестоких словах которые произносили на него нечестивые грешники это это ропотники ничем не довольны поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно устая произносят надутые слова они оказывают лицеприятие для корысти но вы возлюбленные помните предсказанное апостолами господа нашего Иисуса Христа они говорили вам что в последнее время появятся ругатели поступающие по своим нечестивым похотям толкование сказанному выше присовокупляет что и инох пророчествовал о предлежащем им наказании от Бога в последние дни то есть в день праведного суда Божия между нечестивым и грешным разность такая нечестивый грешит в отношении к Богу а грешный уклоняется их делах жизни от цели правды после сего оставив уподобление нечестивых уже самым делом приступает к обличению их называя их ропотниками покорителями ропотник тот кто сквозь зубы и не смело порицает неприятно ему а укоритель тот кто всегда и над всем смеется эти гнусные суть ропотники укорители они ропотники ибо не дерзают открыто пользоваться учением своим по его гнусности так как небезопасно обнародовать нечестие свое соединенное с развратом и хулением они укорители потому что клевещут на все чужое и на самую истину чтобы тверже поставить свое собственное зло и разврат сказанное выше что эритики подобного Аллаама увлеклись мздой теперь поясняют словами они оказывают лицеприятие для корысти оказывать лицеприятие значит льстиво обращаться с начальниками вопросы задавайте если есть у кого дополнение пояснения Игнать Тихонович желаете я ходил пешку растоплял я там огонь разжигал в другом месте не для эритиков нет нам холодно я сегодня весь день просидел в зимней одежде в пальто можно вопрос да да скажите пожалуйста Игнать Тихонович вот тут апостол Иуда поминает Еноха есть такая книга Еноха почему она не вошла в канонические книги он же здесь неплохо о нем говорит о Енохе а откуда вы знаете что-то из книги Еноха вы сверялись с книгой Еноха это изречение взятое из книги Еноха которое нам сегодня преподносят оно совершенно не относится значит было что-то другое что знал Иуда чего не сохранилось это объясняет Ян Глатоус для меня этого вполне достаточно он говорит и будет пророки предсказали будет наречен Назареем какой пророк а ссылку делать на Самсона он вообще ни к селу ни к городу нет этого Златоус говорит иудеи много уничтожали многое теряли в пленении в рассеянии были и когда канон составляли в канон входили послания Климента Римского и Ермы пастырь все но следующие уже их эти произведения выделили в отдельную книгу нам не надо спрашивать почему там были апостолы для нас достаточно этого более трехсот апостолов епископы у меня вопрос никогда так не возникает а почему они взяли только четыре Евангелия профессор Владимир Филимонович Марсенковский говорит так существует церковное предание что в это время было около двадцати Евангелий Евангелия Басилиска Евангелия Евреев то есть перечисляет какие были их взяли все вместе положили на престол в алтаре закрыли опечатали это опечатывание уже было как Данил об этом пишет печать наложена и когда утром пришли печать вскрыли зашли все лежат брошенные на пол а только четыре лежат на престоле на это профессор Марсенковский говорит но если бы даже не так мы же доказать не можем наше сознание вера Дух Святой на нашем престоле ума и сердца оставили бы именно эти четыре Евангелия потому что если Евангелие от Фомы будем брать там написано Иуда был ровесник играл вместе со Христом и они играли там каких-то голубей делали из глины а у Христа лучше получались голуби Иуда соскакивал и ногами топтал а мальчик Христос Иисус подбрасывал и они летели и там где вверху на подоконнике на улице на окнах садились а он говорит теперь объясняют это святые отцы знали уже они говорят если бы это было так тогда бы не было написано что в Кане положил начало чудес первое чудо это вино и в этом чуде задохнула вся Россия не могут поверить сегодня мне кажется нужно попросить Господь сотвори чудо вино преврати в воду все чтобы мне покупали там одна вода понятно 19 стиль это люди отделяющие себя от единства веры душевные не имеющие духа толкования вот иная вина этих гнуснейших людей они говорит не только сами гибнут но и похищают питомцев церкви это значит отделяющие то есть выводят их за пределы церковные то есть пределы веры или и самой ограды церковной ибо собрания свои они показывали пещерами разбойников и других отводят от церкви и приводят к себе делают же это потому что суть люди душевные то есть живущие по приличию мира ибо мы замечали уже что священное писание имеет обычай назвать душой и жизнь и апостол Павел говорит что душевные люди не могут принимать того что от духа Божия читая в первом послании коринфянам 2.14 итак будучи душевными они употребляют и учение душевное которым сказано это не есть мудрость нисходящая свыше но земная душевная бесовская не имеющая духа Божия об этом читаем в послании Якова 3.15 вопрос дополнение по душевности обычно так говорят если душевное это значит что-то хорошее а здесь душевное бесовское синонимы песня какая задушевная послушаешься ничего духовного нет не вопрос Игнат Кипинович наполните о современности считается правой рукой по многим ведомствам силовым структурам отец Дмитрий Смирнов в Москве и он в храме говорит слово и говорит вот мы православные а какая у нас эта вера и отвечает бесовская ну вот что скажешь то и опровергать нельзя почему да все по плоти идут к Матроне дай 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 батюшка говорит читал книга посетителей ничего нет духовного и поэтому душевное это означает живет человек для этой только жизни в этой и оно называется бесовское бес не творил мир но бес это верует и трепещет а мы грешим и не трепещем ну возьми бес разве пьет водку не пьет он курит табак не курит он так и говорит у него серебролюбие нет златоуз говорит у демона у него блудодеяния нету но одно качество не имеет смирение сектанты хорошие да хорошие не пьют не курят смирения никакого нету я говорю твое толкование не сходится с таким местом писания тысячелетнее царство мы воскреснем церковь останется здесь на великую скорбь ее не будет она вознесена а потом придет третий раз где вы это взяли и в этой лжи погибает практически сто процентов у них одно только это говорит о том что дух лжи вошел в уста а это не от бога у православных все есть теперь только приложи усилия смирись я уже от бесовской душевной веры отойдешь святые иногда понимали так что надо отойти от мира не видеть его но господь сказал я не сказал чтобы взял от мира но чтобы сохранил а как сохранить да мир тебя принимать не будет будет отторгать мы два мертвеца я умер до мира и видеть у меня все закрой пожалуйста послание иуде 1 глава 20-23 стихи а вы возлюбленные назидая себя на святой вере вашей молясь духом святым сохраняйте себя в любви божией ожидая милости от господа нашего иисуса христа для вечной жизни и к одним будьте милостивы с рассмотрением а других страхом спасайте из торга из огня обличайте же со страхом гнушаясь даже одеждою которая осквернена плотью толкованием а вы назидайте себя на святом духе и на святейшей вере вашей то есть обновляйте себя в духе святом то есть совершайте собрания свои в молитвенных зданиях своих по учению духа святого и сами себя в любви божией соблюдайте то есть сохраняйте ожидая милости от господа который в последний день воздаст вам жизнь вечную а тех если они удаляют от вас обличайте то есть обнаруживайте нечестья их пред всеми если же они располагаются к врачеванию то не отталкивайте их но принимайте по милости любви своей спасая их от угрожающего им огня принимайте же их с милостью и со страхом остерегаясь чтобы принятие их при беспечном вашем расположении к ним не сделалось причиной погибели для вас самих потому что они и твердых вере увлекают в разлитие своего нечестия а зло удобно перенимается вот здесь на что хочется обратить внимание обличайте и обнаруживайте нечестья их пред всеми пред всеми и этого все так боятся прям почему-то что вот ты пред всеми меня опозорил да бог все видит где вера это твоя если ты грехах не покажешь вся вселенная узнает что ты сделаешь нет ничего тайного что не сделалось бы явно и вот передача то слово сказать одну девчонку развратную сняли в туалете как она там будодеянием занималась и выставили в интернет и тех кого кто выставил ее видно что она по согласию все делала а им по 9 лет дали пацанам а за что обличили пред всеми и она там сидит улыбится в этом ужас какой-то все перевернуто то есть и сейчас преследуют тех которые вот это вот нечестие в интернете все выставляют то есть такое впечатление вот есть местописание и будет изъят от среды удерживающей теперь и толкователи говорят что такое в последние времена когда был что такое удерживающие теперь это закон государственный у нас воровать нельзя убивать нельзя пока слава богу но Европа это уже однополые братья его заканивают ну мерзость всякая это блуд любодеяние гомосексуализма вообще грехом не считаются не судят не государственным судом и общественное мнение уже такое и толерантным надо быть и вот здесь нам говорят что нужно пред всеми обличать не бояться чтобы прочие страхи имели но тут с умом надо если они каются эти люди то с осторожностью их назад принимать о чем осторожность то есть проверка то есть какая-то строк должен быть и семья блудной жизни нескоро говорит принимайте поэтому здесь вопрос очень сложный вот бывшие эретики если бы они раньше увозили детей из церкви знаете конечно есть опыт обращения эретиков в веру православную тут вот что Сергей нужно хорошо знать грамматику русского языка если есть какое-то слово определяющее качество то есть его точное название вторая степень сравнительная третья превосходная допустим хорошо вторая лучше третья наилучший ну и любой который ты возьми такое определяющее качество и всегда так лучше допустим святой человек святее и последняя степень святейший я к чему говорю что нужно знать грамматику вот давайте мы откроем святую библию в ней слово святейший встречается только четыре раза один раз вот в этом стихе который мы сейчас прочитали ну иуда 1.20 а вы возлюблены назидаясь себя на святейшей вере вашей молясь духом святым не просто слова говорить а духом святым а вот это второй вопрос объяснять надо это святейшая вера которую отвергут все сектанты у нас вера не просто вера а святейшая и в этой святейшей вере были от самого начала когда я спрашиваю скажите вы верите что крестным знаменем крестились нет нигде не сказано но у нас история есть от первого века написанная много об этом говорено было возьмите кто из них знает и устина философа и по порядку называйте святейшая вера а еще второй трижды называется святейшее место где молиться они этого не знали где числа 1810 на святейшем месте ешьте это все мужеского пола могут есть это святыню да будет для тебя вот мы прочитали дальше мы коснемся неканонических книг 2 Маковейская 5.15 но не удовлетворившись этим он держнул войти в святейший на всей земле храм имея проводником Минилая это предателя законного отечества вот как по сравнению с человеком предатель законов а место святейшее 3 Маковейская 1.17 а матери и кормилицы оставляя и здесь и там новорожденных детей иные в домах другие на улицах неудержимо сбегались во все святейшие храмы святейшие да еще и все святейшие но это третья степень и вдруг человек присваивает себе это звание святейший обращается к патриарху и говорит ваше святейшее святейшество ясно дело что масло перемасленное а что он может говорить я не достоин называться апостолом бог свят 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 господь саваоф слово святейший бог даже не говорится нигде степень сравнения которую дает нам бог усиливая нашу привязанность к вере нашей и к храму это согласно слово божье мы видим где не просто где соберется в любом месте можно молиться но это как место особого присутствия божия когда идете в храм златоуз говорит вы помните это вам сократит время вы все успеете делать иные жалуются я бы пошел в храм до времени нет он говорит пойди в храм и будет время на все у тебя храм открывает нам двери на небо только тут мы узнаем кто мы отлученные или не отлученные от причастия тут ангелы поют златоуз говорит и херувимы присутствуют и же херувимы тайно образующие то есть нигде мы в жизни не встречаем таких молитв как в храме и эта молитва дома не считается то есть мы стоящие здесь в храме представляем из себя херувимов как пылающий огнем причастившийся тайн христовых вот что в этих словах заключено а человек на себя берет это звание а как нужно никак сегодня же прямо соборно провести чтобы перестать так называть человека как человек не боится святое назвать и то православных не принято а это даже не святей а святейший по отношению к человеку Библия этих слов не знает труды не знают апостольские каноны не знают этих слов это все тщеславие вот это есть гордыня и прелесть вот к священнику обращаться какой бы он ни был обязательно обращается святой отец а он и не святой и не отец он никого не родил кроме незаконных детей я романах но на все то посмотреть так нам за собой надо смотреть больше вот одно слово святейший нам показывает что мы не такие и не знаем своей святейшей вере как должно некоторые библии не прочитали и храм в субботу многие ходят в храм ну и вот все отошел 24-25 стихи могучему же соблюсти вас от падения и поставить пред славу и своей непорочными в радости единому премудрому Богу спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величия сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки аминь толкование итак принимайте их но приступайте к ним со страхом то есть с осторожностью и с милостью к ним самим соединяйте ненависть к их скверным делам даже к одежде оскверненной плоти имейте омерзение и отвращение потому что через прикосновение к плоти она и сама становится скверной или принимая их страхом будущего наказания приготовляйте их к тому чтобы раскаялись и оказались достойными помилованием оскверненная одежда есть жизнь верненная многими преступлениями вследствие плотской страсти ибо о каждом человеке узнают праведен он или неправеден по образу жизни как бы по одежде один имеет чистую одежду добродетельную жизнь другой оскверненную жизнь с делами злыми или лучше одежда оскверненная плотью есть такой навык и настроение совести которое возвращает душу пометованием о порочных движениях и действиях плоти смотря на которые постоянно как на одежду свою душа наполняется зловонием страстей ибо как от духа через добродетели постепенно прилагаемые однако другое образуются для души одежда не тления облегшись в которую она становится прекрасной и преславной так и от плоти через постепенное присоединение одних страстей к других образуется некоторая нечистая отскверненная одежда сама собой показывающая свойство души и предающая ей иной вид и образ а не божий сказав это апостол заключает послание своем молитвой как печатью пожалуйста вопросы задавайте ну дыбунов Игорь могу сказать кое-что скажи кое-что но я хотел пример просто сказать вот в нашей общине как раз такое было ну ты вот читаешь а другие вот плотью там одежда там оскверленной не понимают может до конца а было просто у нас был брат один который к крещению двигался семь лет он уже был облашенным и вот так совершилось что совершил прелюбодеяние вернее блуд совершил он не был женатый и ему было сказано чтобы он раздевался и надежду не вешал вместе со всеми а бросал там где-то в углу показали чтобы даже одежда не касалась и за столом нельзя есть и за стол не садился с нами вместе то есть вот это все продолжалось довольно долго продолжалось но он не выдержал и ушел через несколько лет там не 5 метров большая идет за это так что это на самом деле было нашей общине вот этот закон как бы божий провелся но у нас много чего еще было конечно и вообще хотел сказать и к предыдущему тоже к предыдущим стихам что вот это говорится апостолам как раз к общинам не просто там что ты вышел сам по себе и такой разговариваешь если мы будем смотреть местописание то Матфея 18 глава Господь говорит о том как церкви нужно дисциплинированно все совершать и говорит совершил против тебя брат не просто так скажи ему подойди его обзови как-то или там предатель а все нужно делать постепенно по степеням сначала с ним переговорил если он не покаялся значит двух трех свидетелей привел братья опять не покаялся тогда ты скажи всей церкви всей церкви это значит уже сказать священнику и ну чтобы знали священник на собрание выведет это или как чтобы ну чтобы было покаяние если был грех совершен против братья брата одного даже как против одного совершен так и против другого совершишь поэтому должно быть истинное покаяние или оправдание там не знаю как ну то есть вот трех ступенчатый трехчинный такой подход ко всем вопросам должен быть в общине должно быть маленькое но христово братство должно быть не один человек конечно один говорит поле не воин ну это не про христиан но все равно любите друг друга говорит Христос но если нету второго человека как можно любить друг друга ну и Христос не одного спас он говорит пришел чтобы спасти всех в разумы сену привести так что здесь разговор как раз вот идет об общине вот пред всеми как сказать пред всеми а пред своими это не перед тем что там язычники стоят и ты перед ними там ему рассказываешь правду матку перед всеми это значит вот там кто-то стоит кто желает это знать а кто-то может уже подумывает о этом и пройдет и я тут же как здесь нет ничего подобного дисциплина строгая вино вино строгости церковной и елей милости церковной благодати как это было возлито на этого самого побитого разбудителя который шел во них он аминь еще желающий дополнить Игнатий я вернусь к обратной стороне говорит а что я могу сейчас сделать ты пойми что слово которое в превосходной степени это относится уже к 14 главе пророка Исаии там один дух говорит поставлю престол мой это 28 глава языки Иля сяду сяду в сонми богов на краю севера в северной нас никого нету только медведи белые разве это не претензия на больше ангелы херувимы бога не говорят он святее даже в сравнительной степени только свят 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 вторая степень святее ну я показываю это как а святейший это вообще неприемлемо как пишет Федор Иванович Тючев и тут же сам первосвятитель непогрешимая греховность какие слова непогрешимая греховность а кто кого больше спасается возьмем ну настоящие мирские миряне ходят и сколько-то священств и епископы никогда церковь по другому не понимала меньше всего спасаемых из этого сословия меньше всего показана лестница люди идут в рай это она икона такая есть и падают там монахи епископы все я был в Новосибирске и там у них огромная икона как панно в храме тогда был один храм еще там и там дьявол тащит в ад людей первые кто на цепи сидят и епископы с митрами а как так так всегда церковь понимала не о святейшем говорить а день и ночь плакать почему и рассказывает ну в виде рассказа видения какого-то один когда попал в рай ну его провели говорят ну все ты в рай отойди в сторонку расстилают там дорожки встречать кого-то он думает кого же это так наконец ангелы вышли на встречу руки простирает и епископ он говорит оказывается и здесь тоже чинопочитание такое же как на земле а ему говорят ты брат не обижайся потому что говорит вашего брата каждый день заходит тысяча а этого впервые за десятки лет первый попался сюда рассказывает другой батюшка хороший был все в головку целовал все хорошие боголюбивые ну умер и матушка Анисия начала молиться господи покажи мне где он и вдруг однажды в тонком сне господь показывает он горит в огне она так и взахалась да отец там никодим да как ты так он говорит я хоть иногда воздухом глотну а каково моему епископу я на его голове стою в аду в огне так это рассказы а на деле то златоуз говорит я никого так не боюсь он бесстрашен был кроме епископов если иудеи другие там коммунисты фашисты волки называются посылая овец как среди волков то здесь собрал своих верующих христиан Павел 20 глава 29 сих деяний и говорит лютые волки то есть бешеные совершенно неуправляемые так поэтому не звание на себя нацеплять а говорить как должно я грешный многогрешный супергрешный архигрешный вот собрались недавно сбор игуменов и игуменей патриарх местный наш собрал и в конце говорит вот я гляжу жезлы у всех кто же вам разрешил это жезлы с крестами там украшают золотом это только власть епископа только епископ может приедете сейчас домой первое дело уберите эти жезлы все я не знаю переломайте куда сделайте деревянные себе это официально все опубликовано то есть вот вы что это не гордыня ничего нет гордыни они лепят на другие на заплаты на наши кто ты такой я мыт кровью Христа и поверь мы все святы святы но никак не святее один другого нет а куда святее святой святой куда ты ты еще лезешь дальше на другого верхом или как если Христос написано 30-летний вышел на проповедь то как же сегодня 18-19 лет ставят да и и романахи у нас приезжал такой он ничего не знает почему канон 6-й вселенский собор 14-15 правило запрещает делать вот давайте слово святейшее не употреблять никогда не употреблять его оно недостойно и грешно для смертного грешного человека его нигде в библии нет никак и второе где можем спрашивать молодой священник сколько ему лет если ему нет 30 лет не подходи к нему не благословляйся не подходи не причащайся у него и мы уже что-то сделали а ему сказать я не могу у тебя ты хороший друзья будем приходи в гости пить есть буду но не благословляться не буду не причащаться почему собор и выше чем ты а почему да некого поставить да потому некому что вы желторотами заткнули все должности и поэтому пришедшими в возраст вообще места нету любое правило дается без пояснения а это правило с пояснением не раньше 30 лет ибо и Господь наш Христос вышел не раньше 30 лет у евреев был закон на проповедь может выходить человек достигший 30 летнего возраста в диаконы 25 в диаконисы 40 это не мы придумали и по диаконам 20 лет и вот мы уже что-то сбинули ты это услышал послание давно иуды мы уже начинаем делать а не так что прочитали узнали и разошлись ты каждое занятие заканчивай так мы вышли с занятия другими чем пришли я конкретно с сегодняшнего дня буду так и делать так и делать вот о чем я сейчас сказал почему я православный я хочу чтобы православие сияло всей чистотою а не так что я скажу слово на меня волны морские пенящиеся с работами и выбрасывающие ил и грязь они знают слова меня спрашивают сейчас семинарии академии они нужны только для одного чтобы оправдать любое безумие больше они ничего не нужны простой человек разве будет обманывать себя если писание это говорит самое простое даже братья и сестры нигде этого нет в писании братья и сестры братья я сказал один митрополит мне прислал не пострашусь сказать даже корнилий старобряческий и сказал чтобы я ему рецензию на книгу сделал 100 проповедей митрополита корнилия я ему сделал замечание он сразу же мне ответил вот это я учту я как-то не заметил а попробуй сегодня скажи везде секты везде братья и сестры ну поэтому жены такие и есть о мужьях подкаблучники отошел вопросы пожалуйста у кого накопились до этого времени задавайте нет вопросов жаль конечно есть вопросы есть только я хотел как надо я тихонычу задать вопрос он отошел или здесь находится можно задать здесь я вот он рядом хочу задать вопрос должно ли христианам достичь совершенства достигать и мыдрые войдут ли туда недостигшие совершенства вот такой вот вопрос царство небесное имею ввиду так повторите это слушай я вопрос не совсем понял сейчас переспрошу что что означает слово чтобы достигали совершенства должно ли христианам достигать совершенства некоторые говорят что мы совершенными здесь никогда не станем другие говорят что должно достиг совершенства ибо и кто не достигнет совершенства туда не войдет что вы скажете по этому вопросу я на это скажу Совершенство обязательно показана Высота планки У нас планка указана Будьте святы, как я свят, говорит Господь Саваоф Вот планка А это, если он образец Если этот оригинал В чем-то несовершенный Поэтому ученик делается как учитель Мы никогда не можем быть святы, как Бог Ибо в ангелах он усматривает Какие-то темные пятнышки Написано Писание в этом И поэтому Любовь есть совокупность совершенства Совокупность не по одному пункту По всем заповедям и новозаветним блаженствам И в жизни, и всюду И ты даже одно слово сказал Не так ты должен заметить Дух Святой подскажет неправильно Последствия вот какие А вот это могло обратиться Вот я просто маленький пример хочу сказать На днях Кто ко мне хочет Вопросы задать Он должен внизу в скайпе написать Не просто так звонить там, ни свет ни заря А вот написать Я свободен или нет Можно или нет Мы близко знакомы с Сергеем Козловым Парализованный из Воронежа И он ни разу не зашел Чтобы сначала не написать Каково ему писать Когда у него ни руки, ни ноги не движутся Он все равно как-то там Плечевым суставом Руку там дергает И все равно что-то напишет Мне пять минут Приватно То есть лично Ну не для записи Ну сказать-то я имею право Я что буду хранить-то? И он говорит Вот вчера вы разговаривали с этим человеком Его звать Дмитрий Я не буду назвать пока фамилию Он когда-то участвовал Когда другие участвовали И тот человек участвовал Сергей устроил встречу Этот человек противничал А вот здесь Как вы с ним разговаривали Вы ему ничего не напомнили То, что у него было И как-то так ответили Он видно прямо Усиленно идет к православию Я не могу, говорит, слез удержать Вот как он заботится о каждом Кому что сказать Он это увидел Другие никто этого не увидел Ведь мало или бедно У нас посещает не два человека У меня есть ролики Которые Ролики больше двухсот тысяч Это не все, конечно Но сто По крайней мере сто Почти все Кроме, может быть, Яна Златоустова проповеди Почему он это увидел? Потому что он стремится к совершенству Он увидел Та душа уходит И он говорит об этом И плачет Вот надо достичь этого состояния Вот авария Я сегодня посмотрел Когда Боинг упал И по секундам показано Как он горит И все ничего На аэродроме оказалась Маленькая железка И потом уже через два месяца Узнали Железка была От предыдущего самолета Оторвалась Боинг другой марки В другом государстве И она проколола шину А кусок отлетел Все рассчитано На один килограмм удар А тут четыре килограмма Это резина И она ударила в крыло Пробила бак Бензин вспыхнул Провода разорваны Искрилась И сразу вспыхнула И все сгорели до одного Больше ста человек Я к чему говорю? Как плачут люди Показано стоят Он говорит Погибли родители Всю жизнь копили деньги Съездить за границу Сели и уехали Я один остался Ни жена, ни дети Родители старые А мы видим или нет Падших своих родных и близких Вот это совершенство И как? Когда он обращается Мы говорим Какая у тебя радость Самая большая От любого Задай вопрос В твоей жизни Были счастливые дни? Ну Наверное Были Он не знает даже А ты исследуй Вальтер Скотт Говорит В моей жизни Было только полтора дня Счастливых Абдурахман Калиф Говорит В моей жизни При наличии Там всех жен Его всего Богатства Только два дня Счастливых Во всей жизни было Значит Земное Счастье Скоротечное И вот нужно нам понять Если мы стремимся К совершенству Духовному А Иоанн Богослов Говорит Для меня нет Большей радости Как слышать Что дети мои Ходят в истине Радость Вот радость Эту мы испытываем Или нет Когда новая душа Через нашу проповедь Приходит к Богу А отсюда Делаем противоположное Самая большая Печаль Когда человек Уходит от Бога Уходит всех Кто куда-то Он теряет Связь с церковью У нас самая Большая печаль Не родственники Погибшие А как Об одной душе Спасенной На небе Ангелы радуются А когда падает Что-то Небо темнеет А почему Златоуз говорит так Если одна душа Погибнет По твоей небрежности О священник Тебе не хватит Всей твоей жизни Чтобы рассчитаться Перед Богом Ибо за нее Умер Господь Пролил кровь Как ты мог Пренебречь Иногда говорят Ну а что я пойду К нему Что у меня С ним общего Он говорит Все общее Одна природа От Адама Мы по Адаму Все братья и сестры Один воздух Одна земля Как ты мог Так пренебречь Я вот вижу В человеке изменения Он говорит Я уже и не курю Какая для меня радость Я хожу и пою Я не курю Я не курю Отойди сатана Почему Потому что Человек дорог для меня Что храм Его начинает Освобождаться От этой мерзости И тогда Дольше Больше там будет Благодать и Духа Святого Он стремится К совершенству Сегодня мы видим Этого нету Но мы не знаем Чем он закончит Надо скорее успеть А совершенство У нас всегда Находятся примеры Какие Свят Господь Господь Христос Показал пример Святые Павел говорит Подражайте мне Как я Христу И в ком видеть Этот образ У нас обязательно Где-то кто-то есть Вот в школе Учительница Дадала вопрос Скажите Кто у вас есть такой Который вы уважаете И любите Ну кто написал Гагарина Там Терешкову Все А она Девчонка написала Я бабушку Больше всех люблю А учительница Тогда и говорит Вот смотрите Что Катя написала Бабушку любит Катя Я не знаю твоей бабушки Хотела познакомиться Но я думаю Что она верующая Она говорит А как вы узнали Мы с ней вместе В храм ходим Она так меня любит Она меня рано Поднимает на мою Утреннюю молитву А я спать прямо хочу Она говорит Ты лезешь внушке А теперь отдохни И ты помолилась Мы двое молимся вместе Это домашняя церковь И она любит Господа И учительница угадала это Вот нам что нужно делать Это совершенство Если не сегодня То когда говорят Святые отцы И сегодня То когда Если не я То кто Не надо ждать Что придет герой Какой-то Как Емель Поймает какую-то щуку И она ему все сделает У русских все время Ждут какого-то Ивана дурачка Который на принцессе Женится Начни Я это должен делать Господь А совершенство А совершенство Недостижимо Совершенная любовь Изгоняет страх Сектанты говорят А что я буду бояться В нас любовь На небе ее не будет А сегодня бойся Ибо ходишь С падением своим Многие потерпели Кораборушение Не без веры А в вере В вере А многие Говорят Стали как враги Креста Христова Он говорит О прихожанах И поэтому Здесь все построено На страхе Если страха у тебя нет Что в вену можешь попасть Игнатий Бричинов Говорит Начни сначала У тебя еще ничего не было А то и любовь Любишь Ты не можешь Любить Бога Как должно Не зная Откуда он тебя вытащил Скажи Кто больше будет любить Кому больше простил Кому больше Вот так Нам он слишком много простил Вспомни свою жизнь Поганую И ты Возрыдаешь Тогда Господи Да куда же я смотрю Да кого я сужу Мне плакать надо День и ночь Почему Совершенство в этом заключается Слезами растопи Оковы Которыми Сатана сковал себя Слез нету Упустил время Проси Бог даст Если ты испытал Ты знаешь что такое Это Ручей Облагораживающий Ночью Растение Омывается Росой Человек Слезами На молитве Богу слава Отошел Все вопросы Пожалуйста Задавайте Вот Игорь Я хотел Поблагодарить Всех За молитвы Сегодня Как раз Счастливый день У меня Хоть и очень холодно У нас За 30 градусов Мороз Вот ехал на машине И машина Чуть не загорелась Вернее Загорелась Но потухла Почему-то Но я молиться начал Потому что Огнетушитель не сработал Дым повалил Внезапно Запахло Сначала Все это Секунды И Еще и с собаками Ехал С женой Ну короче говоря Слава Господу нашему Ну только по молитвам Другое даже не знаю Почему потух огонь Так что Я слышал Что много В обнетушителе Подделка Продают Поэтому На моих глазах Тоже сгорела машина Дотла Было Лет 5 назад Так что Да Есть в чем молиться Там везде пластик у меня На пластик перекинулось Но Видать не хватило Там сил Я еще не вскрывал панель Ну Вот так вот Получилось Ну назад Кое-как доехал Ничего не зажигал Ну слава Богу Вроде бы Не знаю дальше Ну это уже Слава Христу Что Все так произошло Помоги Господи Все Молитесь друг за друга Братья А я вот тоже вопрос Хотел задать Говорили о святейшем Бух православия И вот ролики Сейчас смотрю Тайны Мирового порядка И там Они Говорят про католиков Что католики Одну заповедь Выбросили Не создай себе кумира Я сначала Честно говоря Не поверил А девятую и десятую Не возжелай себе Чтобы 10 оставалось Не желай Тебе Не желай Жены ближнего И десятая Не желай Вещей ближнего Я говорю Да не может быть Я хожу в интернет Смотрю Католический Катихизм Все действительно У них Не создай себе Кумира Нет И там Папа их Тоже Он не святейшим Себя называет Он наместником Называет То есть Наместник Это на месте Христа На земле Очень похоже Что Наш святейший А там Наместник Христа И Вот Те-то ролики Там конкретно Говорят Что это Служители Сатархи Папа Римский И Пророчество Что будут Изменять закон Как раз Вот они Вот этот Закон Моисея Это и Изменили Не создай Себе Кумира А что бы Именно Эту заповедь Они убрали А потому Что Папа Кумир И есть Ему Поклоняем Это Как Богу Наверное Возьменили 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 Приемство Ватикане Как они Издают Библию В Библии Божие У нас А у них Покатясь Ибо Царствие Божие Под рукой Вот вообще Не только Приблизилось Неопределенно А прямо Под рукой Рядом Стоит И мы Должны Везде Взять Доброе Но Не написали Допустим Молитвословие У нас Молитвословие Это не написано Папа Он Законный Но Дела его Могут быть Самые Беззаконные Но он Законный Он Имеет Рукоположение От Апостола Петра Идут Я Вот уезжал В Томске Был Ну и Познакомились С ксензом Католическим На расставание Подошел Благословился У него И вот здесь В общем я спрашивал Поставить мне Или не поставить Этот ролик Я знаю Какое было Будет здесь Я поставил его Ну маленько Боркнули И все Отлучить его надо Я говорю Сначала начните С патриарха Салфеева Которые там Это Ну Иларион И прочее Благословение Нам не запрещает Собрать Людей Мужей Которые имеют Апостольскую Приемность Приемственность И поэтому Стоят И патриарх Целуется С ним И судить Его не надо За это А то Увидели Патриарх С Папой Встретился Запомирали А что Крестят По-католически Бритые стоят Вот Его не видят Надо смотреть Глубже А не на то Что Незримая Благодать А он Безблагодатный Осторожнее Будет Можешь ошибиться И похулить Духа Святого Это Мое Понимание Благодатный Седьмая Седьмая Глава 72 стиха Или 76 С 36 стиха И по 107 Да Да После 36 Остальное все Буква в букву Потому что Когда у нас Перевод был Синайского Манускрипта Там Потеряно было Потому что Константин Тишандорф Исследователь немецкий Он эти Рукописи Буквально Из печки Вытащил Когда он спросил Ну это На Синайском Полуострове Был Монастырь Святой Екатерины Он говорит У вас нет Старых Каких записей Да нет Монах отвечает Он голову повернул Зима была Руки грел У печки А он Какие-то Поления Черные Толкают Он бросился Выхватил Что вы Делать Это Да это Лежат Тут мы уже Жгли Сколько Это Синайский Манускрипт С которого Переведена Наша Библия А потом Уже В 1936 Году Советское Правительство Продало Английскому Британскому Не английскому А британскому Музею За 500 Тысяч Долларов А по Тогдашним Деньгам Это не Один Миллион Сегодня Я не знаю Наверное Раз в 30 Надо умножать Вот Такова История Так что Брат Ты с интернетом Поаккуратнее Там тоже Там Понапишут Вопрос Можно Добрый день Всем Братья Вопрос Такого рода Ну вот Про святейший Вот сегодня Как раз Молился Поближе К микрофону Плохо слышно Так Сейчас Секунду Вот так Лучше Да Лормально Молился Сегодня Молитвы Утренние И Ну вот Так вот На планшет Скаченный Молитва Слов Там И там Значит В молитве Там О духовенстве Когда молишься Там Спаси Господи И помилуй Святейшего Патриарха Московского Кирилла Ну вот В молитве Так что мне Теперь Подменять Святейшего На просто Святого Патриарха Просто Патриарха Не представляю Ничего Не надо Ничего Не надо Человеческими Измышлениями Украшать Речь Свою Бог Определит Зачем Мы раньше Времени Когда суда Божия Нет Благость Он спасется Еще Меня Кстати Именно Сегодня Утром Это Как-то Ты услышал Я тебе Не встану Рядом С тобой Молиться Я никогда Так не Молюсь Я Каждый День Его Поминаю Молюсь Я даже Не говорю Богу Что Он Патриарх А когда Умер Ельцин Господи Помяни Раба Твоего Бориса Николаевича Первого Президента Российской Федерации Да что Тут под Дурака Играет Что ли Бог Не знает Что Он Пьяница Развалил Страну Какую Страну Какую Державу Говорится В кучки Продал Все Продано Первого Президента Господи Ты определи Его куда Надо Не забудь Что Он тут Натворил Как Коммунисты Писали Говорят Асиновый Кол ему В могилу А я Не могу Этого Сказать Я могу Сказать Только Одно Не Определяйте Раньше Времени Но Дела Идут Вслед За Ним А А дела Его Совсем Не похвальные Но Перед смертью Съездил Он В Иерусалим Вот Что Может Быть А дела Его Мы Должны Говорить Да Это Неправильно Что Разрушили Разворовали Всю Страну Почему Он отдал Эту Страну Евреям А не Русским Почему Все Богатство 72 года Работали На Америку Да На Израиль Почему Это По сегодня Сейчас Начинает Только Разбираться Поэтому Я говорю Так Помяни Господи И Перечисляю Подряд Перечисляю Папу Венедикта Франциска Старообрядческого Корнилия Александр Там Старообрядцев Есть такой И Патриарх Кирилла Вообще Званий Никаких Не говорю Богу Это Не надо Мы же Когда Считаем Где-то Молимся Там Мы Прямо Говорим Богу Не нужна Наша Красноречие Должна Быть Истина Можешь Говорить Патриарх Но Не Больше Того Все Понял Спаси Христос Да Поступай Как Ты Где Находишься Сейчас Да Я Я В Литве Нахожусь Вот Документы Четвертые Сутки Не дают Уже В машине Четверо Суток Живу А Сидишь Где ты В машине Что ли В машине В Вильнюсе Сижу А машина Чья Машина Вот Это Фирма Которая Меня Как Дальнобойщик Да Ну Что Давай Не Потеряйся Литва Мы были В Литве Были Обязательно Когда мы Из Швеции Там Половка Была Мы Переплыли В Клайпеду Оттуда В Калининград Утащили Все С Богом Жду Приезжай Все по-русски Приятно Ага Спроси Христов Мы о тебе молимся Как о болящем У меня все в порядке Обо мне Не молитесь О болящем А поблагодарите Кто слышал Что у меня Я полдня только был больной Нога была Нет А что Больше моли Только Только молитесь Благодарность Приехал из больницы Осмотр вчера был На ногу наступить Больно было Посидел тут У компьютера Встал Вообще Как будто не болело Это мне Господь Звонок дал Там проверили Все мои вены Везде Все нормально Абсолютно все И их не могут определить Там консилию Может решать будет Что у меня случилось С ногой Ни одно Предположение Не исполнилось Не подтвердилось Нигде Думали одно Другое Третье Ничего нету Я знаю Это Господь Ну а что за звонок Игнатий Тихонович Ай Что за звонок Звонок Ну подошел Ангел Может копьем Ткнул мне в ногу Не спи А потом видишь Что я Правильный путин Прошел Бога благодарю И ни одной Таблетки не съел Не дал Нигде мне Укола сделать И ангел Отошел И говорит Может быть он сказал А что с ним разговаривать Убить не даешь Ты Господи его Ну может быть поймет Он из-за одной Ноги Из-за ступни Я ему ткнул в ногу Я так Про себя думаю Я говорю Ангел Ты добрый Благодарю тебя Я с Богом Разговариваю Как с хорошим Близким Другом моим Аллилуйя 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 Еще вопросы Пожалуйста Игнатихин А можно спросить Насчет Корнилия У вас А насчет Апостольского правила Первого Вы говорите О каком Корнилии Ну который Староапресский А да Белокринецкой иерархии Что Да Да Ну так А как же Они рукоположили Жаль Эпископ Первый Эпископ Все и правильно Какой Правильно Амбросий Да 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 Амбросий Он один Рукоположил Там все В них есть Все То есть проверяйте Это метрополит Греческий метрополит Нам это не надо Туда везти Он был метрополит И остался метрополитом И он рукоположил Двух иеромонахов А они уже Два епископа Приехали И дальше стали Рукополагать Они восстановили Иерархию Самым правильным путем Вот это могли бы Сделать баптисты Это могли бы Сделать адвентисты Но Господь Не допускает до этого Я только не понял Кто приехал Двое Да Двое Они искали по всей Земле Как вот Посольство Князя Владимира Сергий и Павел Были ли это Алипий и Павел Это они откуда приехали Из России Он их рукоположил Два епископа Пришли Тут одно под сомнение Первое апостольское правило Говорит епископа Рукополагает Два или три других Епископа А его то один Я то опять Спрощу вас Ну вот понимаете как Но когда мы Считаем Житие святых До принятия Этого канона Апостольского А мы не знаем В какое время Я могу называть Епископов Которые были Единолично Рукоположенные Один епископ Рукополагал Епископов Амфилохи Мало того Однажды было так Даже Что Ну да Даже говорить Боязно Как Господь Рукоположил Необычным способом Понимаете Одно рассуждение Человеческое Другое Божественное Оно должно Согласоваться Со священным писанием Это настоящая Иерархия Понятно Понятно Ребекка Что-то хотела Спросить Да Я хотела Спросить Вот по поводу Званий Иисус говорит Что Не называйте Никого Отцами Потому что Один у вас Отец Не называйте Никого Наставниками Ибо один у вас Наставник Из-за учителей Так же Говорится А вот В посланиях Апостол пишет Что Повинуйтесь Наставникам Вашим И вот В православии Тоже называются Отцами Ну Как Правильно К этому Относиться И как Вообще Что имеется Ввиду Толкование У вас Тысячи А отцов Немного Он не сказал Что нету Ибо я Родил вас Благовествованием А кто родил Кто он Авраам Родил Исаака Кто он Исааку Отец А это означает Родоначальник В божественном Плане Ни один учитель Не говорит Что я создал Это учение Родил Это учение А он Поставил Учителями Которые Передавали Бо Знают Как Истолковать Священное Писание Наставники Которые Наставляют Вы не называйтесь И показано Наставник Который Дух Святой Ставит Тут надо Понимать Что имеется Ввиду Когда говорится Если бы В первый век Мы могли бы Сказать А я так и Понял Но вот Послание Апостола Павла Все поставили На место Не так Вот как Священник Сейчас молоденький Поставили Он неправильно Рукоположен Неправильно Крещеный Никто Через него Не обратился И отец Отец Виталий А он даже Не знает Ты попробуй ему руку Не поцелуй Он обидится Я встречал Это Я говорю то Что сам знаю А другой Он даже Не заметит Этого Нет Вот мы за священником Не гоняемся Вот он долго Не был где-то Ну долго Совсем долго Приехал со священником Мы не подходим даже Но когда пойдем В храме И выходите Подходим К кресту К евангелию Или к иконе праздника И тогда священник Стоит с крестом И мы подходим Один раз У нас по стенам Никто не лазит Чтобы икону целовать Со свечками не ходят Деньги собраны Воск купили Сестры чистые Вылили свечи Пачка Чисто восковых Батюшка ставит Сколько надо И вот так и здесь Да Есть учителя Почему Иначе тогда Это место писания Надо выкидывать И оно не одно Мы Все Что-то имеем Мы имеем от кого От Бога А я учитель Ничто А я наставник Ничто Все Бог Возвращающий Писание Щетко ясно Показывает Но Бог Дал нам В маленьком Уменьшенном виде Показать Когда мы учим Данным Учителями Мы учителя для детей Своих являемся Отцами для детей Которых родили Песятники поняли Они говорят Нельзя отцом назвать Я говорю А как Папочка Ну Еще я могу сказать Ну нельзя же Папочка Можем называть Папа то и переводится Отец Папа римский Почему не звать И тятя Никогда в России Папы не было Папа один Один папа А сегодня Ну не понимают Этого совсем Даже люди то И вот называют Там допустим Святейший Хорошо Но почему У нас в России Столько регионов И только один Глава региона Противостал Против того Что президентом Называется Рамзан Кадыров И он сказал Я президент Какой я президент Я глава Определенного региона Отменить Почему ему Не подражают И везде там Президент Какой-то страны Президент Шахматного клуба Президент один Вот это нравится Мне Решительно Везде аборты делает Россия не может Ничего сделать Он в Российской Федерации находится И все Приняли решение Своим Меджлисом Как их назовешь Парламентом Думой Аборты Преступления Все И у него сидят На собрании Когда он проводит Женщины Все в платках Сидят перед нашим Президентом Все без платков Ну можно что-то делать Маленько Строньте с места Она в платке Она знает И ни одна женщина Не выступает Руку не поднимает Нигде Что-то там Заерзался Этот Владимир Вольфович Жириновский Он сразу Его поставил На место Клоун Ты за собой Смотри Что ты где сделал Так Какая у него партия Да Демократия Так говорит В нашей республике Больше не будет Ни одной урны Ни одного бюллетеня Понял как Он знает Что сказать По его вере А ему говорят У вас тут много жен Ну у меня одна жена Ну у вас бывает Да у меня заместитель У меня две жены А куда ж Путин смотрит Путин умница Ему зачем сюда лезьте Мы сами разберемся По нашей вере Это разрешается Понятно как отвечает Он никого не боится Вот это можем взять Для себя Не бояться Наша вера Евангелие У них своя Священная книга Он по ней будет Перед Богом отвечать Я отвечаю по Евангелию Евангелие От Иоанна 12.48 И вот он дает нам пример И он что Он буквально Сдерживающий щит Это сколько сейчас Может быть Тысячи боевиков Были здесь Взрывали все Он как ворота Плотные стоят Так его убьют Уже сколько покушений было И он с пойманными Покустителями Стоит и разговаривает Нашел их родителей И родители плачут И он с ними говорит Почему вы хотите меня убить Чего вам не хватает Вот как надо поступать А не сразу к стенке Вот я беру пример Так он мусульманин Относительно веры я не беру Я у него был У меня благодарность от него есть Я ему книги подарил Там были мы у него В резиденции И мы должны видеть Это хорошее Отовсюду Один президент Все на место Да он как чтить президента Центральная улица Не имени Ленина А имени Путина Я нигде больше не видал этого Мы своей жизнью Многое можем опровергать Я вот что хотел сказать Не надо на общественное мнение Ссылаться Нам говорили Самое трудное Мы въезжаем в шенгенскую зону Польша Там дорог нету То другое Мы проехали Все страны Европы И я скажу Нигде нам быстрее не открыли Проезд как в Польше И дороги прекрасные В Швеции Там с собакой Там только белый Надо документ такой Проехали Даже не спросили А мы с собакой прогуливались И гуляли То есть я не опровергаю Что люди видели А в Чечне уехать Только головы режут Мы три раза были И мы ничего не видели Там кроме добра Нас встречали Как родных братьев Вышли в библиотеки Говорят у нас министр Приехал тут Там просвещение Или что И они вышли С нами сфотографировались Красавицы Чеченки Все в платках В длинных платьях И мы фотографии привезли Так они с какой радостью Эти книги наши брали Расписались за все Что будут хранить А мусульмане То есть мы своим присутствием Показали Не все так верно Как даются отзывы Мы сами другие Мы молимся Попросились в Дагестане Там вообще Сложная обстановка была Попросились в комнату Для намаза Молиться И нам директор сказал Открыли сразу комнату Мы разулись И по православному Стали кланяться И молиться И молиться за Дагестан А я знаю Что у них там Все записывалось Мы молитву Отче нашу прочитали Да Светится имя твое И нас проводили С каким Говорится Почетом Надо самим нам Где мы бываем Вмешать Какой мы след оставляем Не просто наследили в жизни Вот я сказал Святейший не употреблять Вот сказал об этом Корей Где Корей Да Пан Аберон Это секта Никогда не говорите Динаминация конфессии Это ересь Одним словом Заменяется Ересь Никаких динаминаций Бог не создавал Церковь одна У него одна невеста Немногоженство Одна И поэтому Православие Католицизм Там Григориан Армян Сапиоп И Сирийца Вот пять Это одна церковь Как говорят Разные ответвления Мы скажем Разные части Они сохранили Рукоположение От апостольских времен Я к любому Из них подойду И благословлюсь А если буду Где-то В незнакомом месте При смерти Никого нету Прищищусь Так У нас время вышло Давайте помолимся А кто желает Продолжить разговор Уже завтра Делка меня занятий Можете Остаться Поговорить Здравствуй На листах Я 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 Отец Наш Небесный Любящий Создатель Мы просим Тебя Во имя нашего Господа Иисуса Христа Умершего за грехи наши Прими нашу молитву И соедини ее С молитвами Всех святых Угодивших Тебе И услыши молитвы Всех Кто молится О нас Во благо нам Благодарю Тебя Что Ты удалил боль Благодарю Тебя За болезни И за здоровье За друзей И за врагов Соделай так Чтобы все наши родственники Познали Тебя Чтобы мы были светом для них Как город на вершине горы В чем мы погрешили На этих занятиях Ты нас прости Владыка Мы это сделали Неумышленно Пощади и помилуй Наследие Твое Тебе Господи Слава Хвала Честь и поклонение Отец Сын И Святой Дух Аминь С Богом Помоги Христос всем С Богом Всем Сережа Вырубим из оттуда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому